Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхавребова. И в начале коротко о главных событиях дня. Социальный хлеб. Цена не повысится. Странные звонки. Специалисты не рекомендуют перезванивать на подозрительные номера. Поэзия молодых вышла в свет книга стихов Орфенефет. Сегодня состоялись парламентские слушания в закрытом режиме по вопросу о демаркации и делимитации госграницы Республики Южная Осетия. Состав депутатов, которые работали по данному вопросу, возглавил председатель комитета по обороне и безопасности отца Масбебилов. Он выступил с докладом, в котором отметил, что по вопросу обозначения границы состоялись заседания парламентских комитетов. Каждый депутат высказал свое мнение. На слушание были приглашены представители всех комиссий, которые с 2009 года работали над вопросом демаркации и делимитации границ Республики Южная Осетия с Грузией. Парламентарии имели возможность задать им вопросы. В слушаниях приняли участие и депутаты предыдущего созыва, которые проводили расследование по вопросу делимитации и демаркации госграницы. К другим новостям. Неприятный сюрприз для жителей Республики. Цена на все виды хлеба, кроме так называемого социального, повысилась на 2-3 рубля. Производители объясняют, это связано с подорожанием сырья. Наш корреспондент Стелла Бязерова пыталась разобраться в проблеме. Цена на социальный хлеб не повысилась. Изменения коснулись только той продукции, которая выпекается из ржаной муки. Подорожания так называемого социального хлеба в ближайшее время не будет. Стоимость одной булки социального хлеба 18 рублей. Изменения коснулись лишь некоторых видов коммерческого хлеба. Директор комбината хлебобулочных изделий Вадим Схавребов рассказал, повышение цены на некоторые виды хлеба, производимые на коммерческой основе, связано с тем, что на российском рынке выросла стоимость сырья. Никаких изменений в цене этого хлеба. Обычный белый хлеб, цхенвальский. Можете быть спокойны, этот вопрос даже на обсуждение мы не выносили. Мы подняли цену на хлеб, где в основном ржаная мука. Цена на ржаную муку подорожала, увеличилась, и мы вынуждены были пропорционально, незначительно увеличить. Нам это нелегко приходится делать, нам это не доставляет точно удовольствие, но поймите нас, мы вынуждены это делать. Продавец в магазине при хлебопекарне подробно рассказал, на какие виды хлебобулочных изделий повысилась цена и на сколько. Со вчерашнего дня у нас повысилась цена на некоторые виды хлеба. Например, цена повысилась на серый хлеб, на ржаной. Допустим, этот хлеб стоил 20 рублей, сейчас он стоит 23 рубля. Директор комбината хлебобулочных изделий рассказал и о качестве так называемого социального хлеба. Иногда бывают поломки печей, но в оборудовании, чтобы полную обкатку не прошло, настройки, наладки. И, к сожалению, бывают и нарекания к качеству оборудования. Ну, мы потихоньку это устраняем и в этот момент может быть перебой, незначительные изменения качества. Правда сказать, мы каждый день на него делаем анализ и отслеживаем его качество. Иногда бывает так, что ряд магазинов берут прямо, мы предоставляем такие услуги, берут прямо горячим. И по утру бывает резко холодно и резкое охлаждение может вызвать такой эффект, что хлеб будет крошиться. Несмотря на технические проблемы, которые возникают в процессе работы, предприятие хлебобулочных изделий работает на полную мощь. Ассортимент постоянно расширяется. Стелла Бязарова, Джонни Техов, Заримар Суева. Информационный выпуск. Сегодня. В исправительной колонии скончался заключенный Вячеслав Казиев. По словам врачей, это никак не связано с происходящими событиями, голодовкой, поскольку он пребывал в безопасной зоне, где содержатся ранее работавшие в правоохранительных органах. Сокамерники говорят, что он жаловался на боль в правой руке и подреберье. Ему была оказана медицинская помощь пока фельдшером, а затем был вызван экипаж скорой помощи. Произведя необходимые мероприятия, наружный массаж сердца, введя необходимые медикаменты, спасти жизнь Казиева не удалось. Ранее он жаловался на ком в горле, был обследован врачом-эндокринологом, неврологом и лор-врачом. После вскрытия патологоанатомом Республиканского медико-социального центра было дано заключение – тромбоэмболия. Напомним, что Казиев в 1985 году рождения был осужден за убийство жителя села Арцеу Марика Дудаева. У нас в исправительной колонии скончался Казиев Вячеслав Герсанович, 1985 года рождения. Он периодически обращался в медчасть исправительной колонии, в основном по поводу своего невроза. То есть у него был поставлен диагноз нашими неврологами – остеононевротический синдром. Жалобы не было в области сердца. Он обычно говорил, что чувство застравшегося комка, которое проходило после успокаивающих капелек. Вчера в 12.45 фельдшер нашей исправительной колонии оказала всю медицинскую помощь, которая обычно оказывается. Когда цианоз появился на губах, то есть синюшность на губах, она сразу же уложила его и начала оказывать реанимационные мероприятия, то есть наружные массы сердца. Она сразу же вызвала скорую помощь. Но они тоже продолжали делать все реанимационные мероприятия, то есть наружные массы сердца, адреналин был сделан. Все, что необходимо делать при остановке сердца, и они уже констатировали смерть. То есть не было пульса ни на периферии, ни на сонных артериях. Он у нас периодически обследовался. Были сделаны и УЗИ сердца, и УЗИ щитовидной железы. Он говорил, когда говорил, вот у меня ком в горле, он сам говорил, это, наверное, щитовидка. Но мы его повезли, естественно, был проконсультирован эндокринологом. И заведующая показывала отделение кардиологии и его эхокардиографию. Но она тоже сказала, что исходя из данных эхокардиографии, обсуждены кази в консультации и госпитализации в кардиологическом отделении. Не нуждается. Это была тромбоэмболия у крупных легочных артерий. Это показало скрытие. Жители Южной Осетии не так давно стали жертвой мошенников. Им звонили с ним местных номеров. Международные коды подсказывали, что вызов с территории Африки. Те, кто умудрился перезвонить, остался с носом с их щитов. Сняли немалые суммы. Почему так произошло и что это была за атака, узнаем из репортажа Розы Тедеевой. Мегафон выявил мошенническую схему, жертвами которой на прошлой неделе стали абоненты компании. Массовые звонки с номеров с международными кодами ряда стран Африки стали причиной списания денежных средств со щитов пользователей мобильной связью. Разных сумм лишились абоненты, которые попытались перезвонить на неизвестные номера. В аналогичной ситуации также оказалось множество абонентов других операторов Российской Федерации. Заявки от абонентов, которые пострадали в результате действий мошенников, были направлены на рассмотрение руководителю Федерального центра России по предотвращению технологического и финансового мошенничества. По итогам этого расследования мы можем сказать, что наши абоненты столкнулись с массированной мошеннической атакой, которая вносит название «Вангири». В переводе это один пропущенный звонок. То есть лоумышленники провоцируют абонента перезванивать на незнакомые номера с международными кодами по очень дорогостоящим международным тарифным направлениям. Абоненты, которые не проявляют должной бдительности и перезванивают на данные незнакомые номера, теряют, конечно же, денежные средства. Есть еще одна разновидность этой мошеннической схемы, которая активно используется. Вам звонит автоинформатор и сообщает, например, о налоговой задолженности и последующих штрафных санкциях. Основная задача мошенника – спровоцировать вас перезвонить. А стоимость звонка на подобный номер может достигать нескольких десятков рублей за минуту. Все номера, которые были выявлены, с которых поступили звонки, были заблокированы нашей компанией. Мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы оказывать не только качественные услуги связи, но и обеспечивать безопасность наших абонентов. Поэтому мы просим, если вы столкнулись с данной ситуацией, или с похожей, просим настоятельно обращаться к специалистам по качеству обслуживания в наш офис. Мегафон «Южная Осетия» призывает своих клиентов к бдительности, обращать внимание на код страны или города и не перезванивать на подобные сомнительные номера. Роза Тедеева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В Ленигорском районе в скором времени появятся новые спортивные залы и амбулатория. Работы планируют завершить к концу года. Жители с нетерпением ждут окончания строительства. Наш корреспондент Анжела Кукоева расскажет подробности. В Цинагаре возобновились работы по строительству спортивного зала. Фундамент заложили еще в прошлом году. Однако, по объективным причинам работы были приостановлены. За две недели уже выполнен большой объем. До наступления холодов строители планируют завершить кровельные работы. Объект строится силами ЖКХ Ленигорского района. Все работы планируют завершить к концу года. Этого события с нетерпением ждут все жители села, а самое главное – ученики. Наконец, у них появится возможность заниматься в спортивном зале, который будет оснащен необходимым инвентарем. Сделали пояс здания. На данный момент строители приступили к монтажу кровли. Поставлена задача до наступления холодов завершить работы, а уже после мы приступим к внутренней отделке. В этом же районе селя Цукатэхау активными темпами идет строительство новой одноэтажной амбулатории. В работах задействована техника и рабочий ЖКХ Ленингорского района, привлечены и местные жители. По проекту здесь будут медкабинеты, процедурные, приемные и стоматологический кабинет. Уже в конце года жителям Орчосан, Цинагар и Абреевне придется больше ездить в райцентр за элементарными процедурами. Жители сел получат хороший новогодний подарок. Агунда Губозва, Анжела Кокоева, Айда Кочева. Информационный выпуск. Сегодня. В Цхинвале вновь появились остановки общественного транспорта. Теперь они будут гораздо удобнее, нежели те, что были в советское время. Новые остановочные пункты соответствуют всем критериям, необходимым для комфортного ожидания автобуса или маршрутного такси. Когда полностью завершится обустройство остановок, узнаем из репортажа Алены Оттаевой. На центральных улицах юго-осетинской столицы наконец появились комфортабельные остановки. В течение многих лет их отсутствие создавало неудобство пассажирам. Общественный транспорт приходилось ждать под открытым небом. К тому же водителям автотранспорта приходилось останавливаться в неположенных местах. Сейчас проблема устраняется. Городская администрация занимается их установкой. Первый этап по установке общественных остановок завершен на проспекте Алана Джоева и на автовокзале. Мы уже перешли на улицу Московскую. Места, где необходимы остановки, столичная администрация предварительно согласовывает с госавтоинспекцией и автотранспортным управлением. Они отвечают современным требованиям. Стекла бронированные. На них есть специальные рекламные щиты, где любой желающий может разместить совершенно бесплатно рекламу или объявление. Нам, пожилым, сложно приходилось. Негде было присесть. Раньше мы были молодыми, и мы как-то не замечали. Но сейчас уже ноги болят. Я живу в городе Квайса. Когда приезжал Ангкорат Схимвал, мне приходилось стоять и ждать свой автобус вне зависимости от погоды. Сейчас я очередной раз жду свой автобус. Спасибо всем, кто создал такие условия. Жители, пользующиеся общественным автотранспортом, теперь смело могут дождаться своего маршрута. Присесть и укрыться от дождя или солнца. Алена Уттаева, Арсейн Гассиев. Зариня Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, продюсер и режиссер Тимина Туаева презентовала документальный фильм в Юго-Осетинском государственном университете. Две сестры и поэт рассказывают о дружбе сестер Абаевых с Йосифом Бродским. На презентации побывала наш корреспондент Марьяна Чочева. Картина, посвященная дружбе великого поэта современности Йосифа Бродского с учеными-гуманитариями с сестрами Абаевыми, была представлена на суд зрителя в литературной гостиной университета. Профессор Диана Абаева имела тесную дружбу с Йосифом Бродским. Супруг Дианы, Аллан Майерс, был переводчиком стихов поэта на английский язык, чем и была обусловлена их тесная связь. Следует отметить, что Йосиф Бродский ценил мнение Дианы Абаевой и уважал ее живой ум, зачастую отдавая на ее суд еще неизданные стихи. Несколько произведений из сборника «В Англии» от 1977 года были посвящены Диане Абаевой Майерс и ее супругу Аллану. Специальным гостем литературной гостиной была и одна из главных героинь – научный сотрудник Юго-Асетинского научно-исследовательского института Зара Абаева со своей семьей. Насчет сестры я говорить не могу, я только так выборочно скажу, что, во-первых, тоже для молодых людей она преподавала около года в вашем университете. Насчет фильма хочу сказать еще вот что. Когда он снимался, у меня был большой сумбур, потому что был материал, который я не понимала, как он может войти в этот фильм. Я вообще не верила, что можно на том материале, который есть, создать фильм. И вдруг я его увидела. В те времена Йосиф Бродский намеревался посетить Южную Осетию. Однако перо Бродского, сотворившее ни одно шедевральное произведение, неоднократно подвергалось и теологическим суждениям. До сих пор сохранились письма, адресованные Бродским Диане Абаевой. В ходе встречи встал вопрос о снятии копий с писем и их публикаций, а также о транспортировке личной библиотеки Дианы Абаевой Майерс из ее дома в Лондоне в Йогу, чтобы наследие британского филолога продолжало нести багаж знаний уже студентам вуза. Вот действительно, и вы это почувствуете в фильме, потому что там такие имена задействованы, то есть вот просто высочайшего уровня. И мы прекрасно выглядим, как бы вот в этой атмосфере. Это очень важно для нас. Тамина Туаева подарила Юго-Осетинскому университету диски своих знаменитых фильмов. Марьяна Чочиева, Азизь Багаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Поэзия молодых вышла в свет книга стихов Арфенефет. В ней собраны произведения поэтов Северной и Южной Осетии. Редакторами книги выступили сопредседатели Союза писателей Осетии Мелитон Казиев и Гастан Агнаев. Репортаж Розы Тедеевой. Впервые издана книга молодых писателей Юга и Севера Осетии. Арфенефет. На суть читателя вынесены лучшие произведения молодых авторов. В книге стихи пяти писателей из Южной Осетии. Как отмечают специалисты, у них хорошее писательское будущее. Молодое поколение писателей – наше будущее. В современной жизни все профессии нуждаются в молодых кадрах. Мы должны передавать свои знания будущим поколениям. В этом есть острая необходимость. Отрадно, что в писательской среде есть такие таланты. Подобной книги у нас не было никогда. Ни в Южной, ни в Северной Осетии. Радует, что здесь собрано много хороших произведений. Пролистав книгу, уже с первых страниц понятно. Авторы талантливы. Они сделали все возможное, чтобы читатель получил наслаждение от их строк. В каждое свое произведение они вложили частичку души. Один из редакторов сборника, писатель Мелитон Казьев отметил – у молодых писателей большой творческий потенциал. В книге представлены произведения и совсем молодых авторов. Коста Плееву всего 20 лет, но его стихи заставляют восхищаться. Большие надежды возлагают и на юную поэтессу Залину Догузову. Если бы Залина Догузова приложила больше усилий, у нее бы давно вышла своя книга. Она талантливая, и у нее уже достаточно произведений для сборника. И в целом у нас много талантливых молодых писателей. Например, Людмила Хачерова и Коста Плеев. Сборник вышел в свет при поддержке мецената Ахсара Царукаева. Помощь оказал и один из авторов Давид Газати. В Северной Осетии Алании завершились сразу два значимых культурных события. Передача Республики символа театра и открытие ежегодного фестиваля «Мариинский Владикавказ». Наш корреспондент Ирина Битиева с подробностями. Символ года театра главе Северной Осетии Вячеславу Бетарову передала вице-премьер правительства Российской Федерации по вопросам культуры, спорта и туризма. Ольга Голодец в своем выступлении она отметила. Театральный марафон в год театра – это большой праздник для всего региона. Эстафета, которая принимает Север Осетия, прошла по многим городам России – от Владивостока до Москвы. И теперь ее с радостью встречает гостеприимная осинская земля. Это очень хорошее мероприятие, которое определяет и межнациональный, и точнее северный Кавказ, что у нас очень важно. Впечатления самые, можно сказать, волнительные, потому что именно театральный марафон наконец-то добрался до Владивостока до Северной Осетии. И мы просто рады, горды тем, что этот марафон уже пришел сюда. Это большая радость для всего театрального сообщества Осетии, потому что как на севере, так и на юге мы приветствуем этот марафон. На открытии Международного Кавказского фестиваля «Дети из регионов» СКФО показали себя во всем блеске. С каждым годом репертуар фестиваля меняется, и на этот раз программа была достаточно разнообразной. Третий Международный Кавказский фестиваль «Мариинский Владикавказ» продлится до 6 октября. Ирина Битева, Марина Санакоева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Пять медалей завоевали юго-осетинские спортсмены на отборочном турнире на 7-м объединенном чемпионате мира по боевым единоборствам. Соревнования, проходившие в Анапе, собрали больше 700 участников из 37 регионов России, Узбекистана и Южной Осетии. В Цхинвал с золотой медалью вернулся Азамат Бестаев. Серебряными призерами стали Арсен Бестаев, Алан Генгиури и Алексей Чеботарев. Бронзовая награда у Романа Мамитова. Спортсменов подготовил тренер Мамет Колумбегов. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В Республике будет ясно. В Знаурском районе днем плюс 16, ночью плюс 8. В Дзавском районе днем 17 градусов тепла, ночью 8. В городе Квайса днем плюс 19, ночью плюс 9. В Ленингорском районе днем 21 градус тепла, ночью 11. В столице Республики в Цхинвале днем 23 градуса тепла, ночью 11. Это все новости к этому часу. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин